Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, мы сегодня мы играем на родине РП, центральный округ, мы здесь Кирилл под Булови, не забывайте выводить мой ник при эстрации, также можете выводить мой промокод, за все это вы получите денежки, поэтому пацаны, вся информация есть в описании под видео, но сегодня я, короче, еду, получается, в Южный на работу разводчик продуктов, вы скажете, блядь, так ты же там уже работал, братан, зачем ты обратно это снимаешь, а я вам отвечу, потому что я, как вы знаете, донат тратил, 2000 доната, и там я купил максимальный навык разводчика продуктов, то есть сейчас у нас есть очень хорошее преимущество, с помощью которого мы сможем заработать больше денег, все, я, короче, приехал, залетаем в центр занятости, сейчас уваляемся с работы, так, кьюджоп, все, уволился, устраиваемся, получается, разводчик продуктов, а где эта работа, блядь, алло, а что, работы убрали, серьезно? не, подождите, а вот, разводчик продуктов, здесь, по-моему, было раньше намного больше работы, если я не ошибаюсь, не, ну, серьезно, я помню то, что здесь было больше работы, хотя, возможно, я ошибаюсь, ну, ладно, и вообще, посмотрим, что мы со всем этим сможем сделать, у нас база находится прям очень рядом, крузак я, в принципе, там оставлю, я думаю, с ним ничего не будет, вот это, в принципе, работа, я вам уже показывал, кто не видел, можете видос на канале найти, я, в принципе, объяснял, кто здесь нужно и как делать, вот даже я вам покажу, пишите донаты, получается, и здесь вот есть максимальный навык развозчика, у меня он куплен, и там, по-моему, можно 20 тысяч продуктов за раз брать, это, на самом деле, вам не кухры-мухры, так, берем арендуем машину, так, G-Log, нажимаем, чтобы нас не выкинули с машины, нахер, блядь, мне нужно дохуя продуктов, поэтому давайте поедем сначала за продуктами, а потом уже будем искать какой-то бизнес, куда мы все это можем отвезти, так, я приехал, короче, на грузчики, здесь у нас 1200 предметов, ну, давайте их тогда купим, я не знаю, хули делать, так, закупить груз, все, купили, теперь поехали дальше, я так понял, мне нужно сейчас ездить, будет по всем просто, заводам, работам и собирать эти продукты, короче, пацаны, я съездил, получается, на завод, но там, получается, металл есть, но продуктов нету, я приехал на ферму, но здесь 109 продуктов и стоимость закупки 20 рублей, хотя предыдущий материал, точнее, предыдущие продукты я закупил за одну штуку 10 рублей, то есть, мне не выгодно сейчас это покупать, тем более 109 продуктов, это вообще ни о чем, я не знаю, что делать, типа, весь прикол в том, что с помощью этого улучшения, максимальный скил, который у меня, я могу за раз брать 20 тысяч продуктов, все, без скилла можно брать, либо 5 тысяч продуктов, либо 10 тысяч продуктов, я точно не помню, то есть, с помощью того, что вы покупаете улучшение скилла, у вас становится возможность больше за раз брать продуктов, короче, пацаны, я ехал, получается, в этого, я хотел сначала в Приморск ехать, но я передумал, и оказывается, вот где покупать продукты, вот, блядь, тот самый рынок, где нужно покупать продукты, но, как видите, стоимость одного продукта 30 рублей, то есть, это вообще невыгодно просто, это настолько невыгодно, что я даже пробовать не буду, так, вы не можете смешивать продукты фермерского рынка с чем-то другим, понял, короче, нельзя сначала там на ферме взять продукты, на грузчиках, и потом здесь взять, короче, смешивать нельзя, ну, блядь, а как вообще здесь зарабатывать, если здесь за один продукт 30 рублей, мы смотрим ордер лист, и здесь максимум 21 рубль, вот, это в закусочной платят, это максимум просто, здесь даже 30-ти нигде нету, то есть, я эту работу все равно до конца не понимаю, вообще не понимаю, что здесь нужно делать, потому что, ну, это ж невыгодно, вы покупаете продукты по 30 рублей, и продаете их по 20 рублей, ну, типа, это ж совсем невыгодно, вы просто будете уходить в минус, поэтому, пацаны, я не знаю, в чем прикол, но, как бы, я не хочу рисковать, я не буду покупать продукты, я, как бы, верю в то, что можно 20 тысяч продуктов сразу погрузить, я, как бы, в это верю. Выгодно, я так понял, покупать продукты именно на грузчиках, потому что там продукты получаются по 10 рублей, на фирме по 20 рублей, а здесь по 30 рублей, то есть, это реально пиздец, но проблема в том, то, что продукты, которые мы берем, они зависят от людей, то есть, чем больше людей работает на этой работе, тем больше там продуктов, и тем вам лучше, что вы можете их, как бы, скупать, и потом ехать и продавать в бизнес, но сейчас, как бы, она и маленький, люди не работают, продуктов нету, соответственно, мы сейчас ничего не сможем нормально заработать. Я уже почти доехал, мне интересно, я хотя бы нормально заработаю, я не помню, сколько я потратил на продукты, но, как бы, я купил по 10 рублей, продал по 21 рубль, вот, смотрите, даже сами. Так, 1280, в банке визы, они достаточно денег, чтобы оплатить груз, охуенно просто, нахуй я вообще сюда ехал просто, где тут оно, 21, да, получается, а, 416 рублей, я просто не посмотрел, сколько здесь денег вообще есть. Я уже почти доехал до Южного, я решил поехать через Латкарина, а не через Розамас, потому что в Розамасе много светофоров, и я бы ехал очень и очень долго. Я, кстати, проезжал Кремль, и там за мной поехали пацаны, один на Елике, а другой на Ай-8. Они, типа, мне кричали, останавливайся, типа, э, установись, ебать, я их, короче, послал нахуй, чувак на Елике начал меня подрезать. Он такой подъезжает ко мне, я его пингом, как уебал просто, он перевернулся, я ему сказал, отдыхай, братик, и поехал дальше. Я, к сожалению, это не записывал, потому что у меня сейчас с бандиками стоит запись только микрофона, то есть запись, как бы, звука игры не будет, поэтому я решил, как бы, это не записывать, но было, на самом деле, весело. Было реально весело, но в итоге они меня не смогли остановить и догнать, поэтому вот как-то так. Так, сейчас, короче, уже доезжаем до магазина одежды, надеюсь, там есть деньги, но я вроде смотрел, там 15 лямов лежит, или лям 500, ну, короче, деньги там есть, и в любом случае нам должны заплатить. Я надеюсь, заплатим нормально, потому что я ехал просто через всю карту сюда, чтобы мне заплатили, понимаете, ну, я реально просто в ахере. Я просто на эту работу потратил уже столько времени, столько сил, и в итоге толком ничего, блядь, не заработал. Вообще, в прошлой серии, когда я снимал, я вообще в минус ушел, чтобы вы понимали. Ну, я тогда, конечно, не разобрался в этой работе и просто купил продукты, но, как бы, сейчас мы точно должны уйти в плюс, потому что я в любом случае купил дешевле продукты, чем сейчас их буду продавать. Поэтому подъезжаем к магазин одежды, сигналим и получаем, блядь, наши деньги. Все, я заработал 25 тысяч, то есть я купил продукты где-то за 12 тысяч и, соответственно, заработал еще 12 тысяч. Я считаю, что это очень даже неплохо. Какой, пацаны, итог? Работа сама по себе неплохая, но некомфортно здесь работать. Некомфортно из-за того, что вы не можете, как бы, стабильно зарабатывать деньги. У вас все зависит от других людей, которые работают на ферме и работают на грузчиках. И это меня очень сильно бесит. То есть сама работа реализована, в принципе, нормально. Но здесь вы не заработаете много денег, потому что работа эта нестабильная и работа здесь вообще некомфортна. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok